здравствуйте подписчики и гости моего канала сегодня покажу как я размножаю гинго белоба из семян перед вами ягоды гинго белоба вот я собрал до этого я сел эти семена покупал семена в этот раз решил собрать семена очень вонючие вот в таком вот в такой мякоти вот вот такой вот семечка у них вот это его ее косточка эти косточки нужно собрать отдельно и промыть с мылом кто хочет может с мылом промыть кто кто как хочет но я буду промывать с моющим средством приблизительно этот также все делается как и магнолию семена высеваете вот вот такие вот косточки магнолии грандифлоре это вот руки у меня после болотного кипариса который я вот высаживал так вот испачкали вот такие вот косточки у гинго белоба гинго белоба это реликтовое растение еще динозавры застали это растение очень полезное используется в лекарственных целях по возрасту гинго белоба приблизительно так такое же как и а секвой дендрон или секвой высочайшая то есть тоже реликтовые растения способна жить более тысячи лет вырастает большой до 50 метров высоту семенам необходима стратификация растение очень полезная вырастает высоким как я говорил до 50 метров есть экземпляры в 50 метров и осенняя окраска очень красивая белоба почему называют потому что листик делится на две части белоба как две лопасти поэтому вот называют его гинго белоба кто-то в интернете у человека заказывал семена он мне говорит я вам положил конго белоба понимаете то есть ну вот человек даже не понимает о чем он говорит слышал звон да не знает где он то есть это гинго белоба вот это вот мякоть она несъедобная она очень вонючая вот на вкус и пробовать даже не стал потому что это просто ванизм какой-то очень сильно воняет чем-то напоминает запах хомеропса вот к хомеропс чистишь тоже похожий запах у семян то есть очищаем от оболочки вот мягкой получаются вот такие вот косточки эти косточки хорошо под водой промываем и высаживаем желательно каждую косточку высадить в отдельный контейнер можно использовать вот такие вот кассеты высаживать вот на четыре части кассета можно использовать стаканчики полулитровые ну самое главное что были дренажные отверстия высеваем по одному семечку в каждый горшок и оставляем на улице весной наверно где-то в мае месяце они начнут проклевываться в апреле даже начнут проклевываться и пойдут в рост листья данного растения используется в пищу используется как настойка для разжижения крови для полезно для сердечно-сосудистой системой для мужчин полезны вот эти вот все как в виде чая можно использовать то есть сосуды в сосудах кровь разжижает гингобилоба поэтому очень много сейчас лекарств на основе гингобилоба именно сосуда разжижающие кто-то пишет что семена о семена что листья использует для заготовки зеленые но в большинстве случаев больше всего я читал что лучше всего использовать листья именно осенние желтого цвета которые они становятся осенью вот именно они накапливают вот все все полезные вот эти вещества то есть как как лекарство лучше использовать их вот данные вот семена вот вот эти орешки говорят их тоже можно побить и пожарить на сковородке по вкусу напоминает может быть арахис или орехи запеченные вот что-то вот такого плана сам я их ней не готовил не пробовал собираю их уже в ну скажем так второй раз в жизни собираю можете это сам собирать самостоятельно можете купить продают в интернете их 10 рублей вот так вот одно семечко я был сегодня просто в парке валялась просто огромное количество этих плодов просто не удержался решил там чтоб 50 наверно вот так вот собрать посею потому что мои динго белоба заканчивается конечно выращивать их большого смысла я не вижу в каком плане то есть чисто в коммерческом в коммерческом плане не выгодно их выращивать то есть четырехлетний у меня сеянцы это все продают четырехлетние сеянцы за пять за 500 рублей продаю высота и где-то 50 сантиметров то есть вот представьте 100 рублей в год получается выхлоп с данного растения ну скажем так себе ну в любом случае немножко небольшое количество размножу какое-то время они не продавались мне вот эти саженцы прошлом году немножко пошли где распробовали эти саженцы поняли насколько они хороши в интернете очень много про них читают смотрят поэтому решил немножко их все-таки размножить получить саженцы естественно однолетки саженцы дешевле будут чем допустим четырехлетки поэтому кому нужны саженцы заказывайте приезжайте приобретайте гинга белого саженцы будут у меня на весну на летом даже лучше приезжайте летом уже будут сто процентов зайдут семена требуют стратификации необходимо их подвергнуть холоду для того чтобы они взошли потому что у них есть период покоя данных семян спасибо за внимание до свидания высаживайте размножайте растения озеленяйте планету